Итак, мы говорили об этике, мы говорили об этике иудаизма, мы говорили, что этика это не просто набор каких-то правил, которые мы должны выполнять, но этика затрагивает нашего внутреннего человека и, совершая определенные действия, мы можем быть ближе к Богу, можем быть ближе к дьяволу. У нас есть нечто доброе и нечто плохое, и по закону синергии, куда будет направлено наш разум, наши поступки, туда мы и пойдем. И можем быть и в благословении Божьем, и можем быть в проклятии, и проклятие это не что-то такое, что Бог создал, просто проклятие, это когда мы лишаемся Божьих благословений. Согласны? Это совершенно наш свободный выбор. Мы свободны в своем выборе. Бог, Он предвидит, Он все понимает, Он все знает, но мы в своем выборе совершенно свободны. И мы говорили, что каким образом мы можем проявить Божью любовь? Выполнением заповедей, да? Каким образом мы можем проявить любовь к ближнему? Выполнением Божьих заповедей. Если мы будем говорить просто о морали, или об этике, или о каких-то духовных вопросах без Бога, да, мы окажемся на стороне дьявола. Какое противоположное Божьему течение? Гуманизм, да? Вы помните это. Да, и у нас есть очень хорошие вещи, которые даны в Торе, и они называются заповеди, да? Одна заповедь, митсва, множество митсвот. Митсвот их посчитали, примерно сколько получается? 613. Есть митсвот предписывающие, то есть что нужно делать? Есть митсвот запрещающие. Сколько запрещающих? 365. Остальные разрешающие, да, предписывающие. Митсвот бывает, который формирует отношения между тем человеком и Богом, да, и между человеком и человеком, да. И мы говорили, когда мы смотрим о заповедях, да, что заповедь – это не решение нас делать или не делать, это что? Божий приказ, да? Мы можем только судить и спорить о том, как это сделать лучше. Вот об этом у нас могут быть рассуждения. Но не могут быть у нас рассуждения о том, выполнять или не выполнять Божьи заповеди. И об этом говорит и Старый Завет, да, и Новый Завет. Как вы думаете, в Новом Завете есть какие-то заповеди, которых нету в Старом Завете? Ни одной, да? Это, когда говорится о различии Нового Завета, это как основание нашего Завета, да? Кровь Ишуа Мессии и спасение мы получаем благодаря жертве Ишуа Мессии. Да? Потому что жертвы, те, которые были в Моисееве Завете, они только указывали на жертву Ишуа, да? Они служили временным, временным средством, пока не будет осуществлено радикальное средство, радикальное лечение. И человечество оказалось настолько больным, что единственный возможный способ лечения, да, это то, что Бог сам сошел на землю и принял смерть за все человечество, да? И у каждого человека есть выбор. И единственное, что мешает ему сделать этот выбор, это его собственное «я», его гордыня. Дьявол никогда не сможет покаяться, хотя ему такой шанс был, да? Видите, Иуда мог бы покаяться, да, но он уже настолько пошел по пути дьявольского, да, что он покаяться не смог. Да, а Петр, который тоже отрекался и даже там сказано «проклинал» в одном месте, да? Но «проклинал» он не так это, видимо, говорил плохое в таком смысле, потому что есть различные формы проклятия, чтобы вы понимали. В иврите они различаются, я не специалист по греческому языку, но они отличаются. И Петр, однако, стал тем, кого поставил Господь, да, как основание церкви, камень. Это не говорится о том, что только католическая церковь. Каждый из нас, если мы Ешу, это мы все живые камни. И смотря, как мы строим. Дела не влияют на наше спасение, да? Да, но почему-то, и это четко сказано, смотри, как ты строишь, да? И что некоторые люди спасутся, то есть, опять-таки, спасение, есть спасение не от дел, но они спасутся как бы из огня. И поэтому, видите, делами совершал спасение Авраам. С другой стороны, Авраам поверил Господу. Я хочу, чтобы вы это очень правильно поняли, да, что спасение – это наше как одноразовый процесс, да, как юридический акт перехода из царства тьмы в царство света, и спасение – как убодобление Богу. И в этом случае работать и работать и работать над собой абсолютно необходимо. Поэтому, сказано, со страхом и трепетом совершайте спасение, вникая в себя и учение, так ты себя спасешь и слушающих тебя, да? Ну, я же не могу спасти, заставить вас покаяться, вы сами понимаете, да? Ну, если вы будете правильное понимание иметь, то вы будете спасены, потому что мало иметь знания о Боге, теологии, дьявол и сатана, они теологии лучше нас знают. Но они не будут спасены. Надо иметь даат элогим, то есть познание Бога, познание через живое общение. И также этика – это тоже законы общения. И вот, когда мы говорим, что будто бы Новый Завет какие-то имеет другие заповеди, мне это вспоминается, такой анекдот. Знаете, батюшка православный и равен, я вообще люблю анекдоты, они очень хорошие лекстрации, и хорошо запоминаются. Если видите, притчи Ешё – это тоже анекдоты своего времени, да? И вот батюшка православный, я не потому что против православия, я просто анекдот такой, как я услышал, так я и говорю, да. И вместе едут с равеном. Ну и вот батюшка говорит, ну вот у нас то-то, 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 ну равен, говорит, у нас это есть. Вот десять заповедей, и у нас есть, да? Да, люби ближнего своего, да, и у нас это есть. Батюшка говорит, ну а вот у нас есть, возлюби врага своего, да? Возлюби врага своего. Любите врагов, да, что их не восстановите, не прокляйтесь. Есть такая заповедь в Новом Завете? А вот у вас, евреев, нету. Ну, равен, говорит, так подумал, ну да, говорит, нету. Ну, если сказать по правде, то и у вас, батюшка, нету. Правда? Но в действительности, если мы возьмем Тору, есть заповедь о том, чтобы любить врага своего. Только она не выражена так вот, как именно заповедь, как закон, она выражена на примере. Помните, если вы увидите осла там или какое-то животное вьючное, своего врага, что нужно сделать? Да, вытащить и разьючить вместе. Очень интересно, что это нужно сделать совместно, да, со своим врагом. Вот, может быть, это сказано потому, что если ты начнешь без него разьючивать, подумаешь, что ты хочешь забрать его вещи. Но, с другой стороны, если это вы будете делать вместе, да, то что получится? Враг станет вашим другом. То есть, благословляя своего врага и помогая ему, вы приобретете друга. И поэтому есть такая заповедь в возлюбив врага своего, хотя она напрямую не сказана, а сказана в виде примера. Это шмот, исход, 23 глава, 5 стих. Если увидишь осла врага твоего, лежащего под ношей своей, то не оставляй его, а разлючь вместе с ним. С кем с ним? С ослом? С врагом, да? Есть различные медраши. Что такое медраши? Медраши, да, видите, исследование, драш. Медраш – это исследование, расследование отсюда. Медраши есть такое, в арабской культуре, слышали, да, там, где изучают тоже свою тору, у них своя обусная тора есть, и письменная, которая тоже, кстати, на еврейскую похожа. И в одном из медрашей, Танхума, Мишпатим 1, там сказано так. Так, Раби Александр сказал, то есть, вот обычно все медраши, если мы видим, Раби такое-то сказал, или Раби такое-то со слов такого-то сказал, то-то, то-то. Кстати, вот Ешо поэтому говорил не так, как Равина говорит, я вам говорю, да? Но ни разу Ешо не говорил, что я, не делайте то. Все, что говорил Ешо, фактически говорят и еврейские Равины. И даже вот то, что убийство, и только помышление об убийстве, или оскорбление человека языком, это уже убийство. И это тоже содержится в еврейском мысли. И то, что честный человек замыслил, вы помните, мысль сначала, да, потом действие, да, и потом уже возрастает постепенно-постепенно привычка, навык и так далее. То есть, это все тоже еврейские мысли, только были разные школы Равинов, были разные школы Равинов. И вот Танхума Мишпатим сказано, Раби Александр сказал, два погонщика ослов, ненавидящих друг друга, ехали по одной дороге. Осел одного из них упал под грузом, второй увидел это, и сначала решил проехать мимо, а потом вспомнил, «Разве не написано в Торе, если видишь осла-врага твоего лежащего под ношью своею?» Так что он вернулся и подал руку помощи своему врагу. Вместе они подняли осла. При этом они начали говорить друг с другом, подними здесь, потяни там, вытащи вот здесь. И так мир появился между ними, и погонщик упавшего осла сказал, «Я же думал, что он ненавидит меня, но посмотри, как он мне помог». Потихоньку они доехали до харчевни, вместе пообедали, выпили и быстро стали друзьями. А почему они помирились и стали друзьями? Потому что один из них решил соблюсти заповедь Торы. Это из классических Медрошей. А вот из современной книги «Ария Кармель. Иудаизм. Его программа. Значение целей». Здесь, так сказать, применение в наши дни этого же закона. «Я ехал по безлюдной деревенской дороге, когда вдруг увидел старика Гарри, копающегося в своей машине. У него явно спустило колесо. У него в руках был домкрат, он пытался поддеть им борт машины, но безуспешно. Я вообще-то никогда не любил старика Гарри, честно говоря, я его на дух не висил. Бежал от него как от чумы. Вообще мы 10 лет друг другу ни слова не сказали. Помните, как матроски с этим шариком переписывались? Да. Я запарковался, подошел к нему, взял домкрат и начал помогать. Но у меня не получалось, потому что колесо лучше менять вдвоем. Пришлось мне с ним разговаривать, чтобы все пошло как по маслу. Ну, более не менее, мы все сделали. Понятно, я работал, он мне помогал. Когда мы закончили, он был очень мне благодарен. Он вытащил холодный напиток и два стакана. Мы вместе выпили. Знаете, мне даже показалось, что его благодарность была абсолютно искренней. Может, он не такой плохой парень, подумал я. Я не знаю, как его благодарить за ладен опять. Все нормально, Гарри, уйдемся. Я пошел к своей машине, перед дверью я повернулся. Всего хорошего, удачи. А сам думаю, какая интересная книга Тора. Тебе говорят, помогай своим врагам, а оказывается, у тебя нет врагов. Так, помните, мы говорили, кто такой ближний, да? Любой человек ближний, потому что он сделан по образу и подобию Бога, да? Поэтому главный принцип этики иудаизма – это какой? Помните? Да. Как? Люби Бога, да? Любить в человеке, которого он создал. Люби Бога в человеке, которого он создал. Совершенно точно. То есть, это очень важно. И нету такого человека, который не был бы создан по образу и подобию Божьему. Если даже мы видим какого-то дебила, какого-то инвалида, да? Вы знаете, что у Бога тоже есть для него план. Если бы план был сразу исцелить его, да? Понятно, как у нас сразу все хотят. А может быть, даже будучи он инвалидом, будучи дебилом, он тоже будет выполнять план Божий, да? Мы не знаем. И может, он даже большую награду получит, потому что ему меньше будет спрашивать. Он большую награду получит, чем кто-то, кто работал для Господа всю свою жизнь. Видите, награду Бог дает качественно, а не количественно. Одни работали, помните, сколько? Целый день, да? А другие работали только один час. И о спасении, да? И о том, как выдал, да? Выдал он. Значит, здесь говорится не только о спасении, а здесь еще говорится о том, что, видите, как важно, как важно, чтобы мы были не ропщущие. Потому что те, кто работали весь день, они начали роптать, да? И как это, думаете, хорошо или нет? Ропот лишает нас награды Божьей? Лишает. Значит, я еще раз говорю, что мы можем толковать это в смысле спасение, но мы можем различные иметь толкования, правда? Одного и того же отрывка. Не будьте ограниченными. Не будьте ограниченными. Теперь мы поговорим конкретно о заповедях и применительно этике к этим заповедям. Вы знаете, самый главный свод заповедей – это Конституция Божья. Как она называется? А-сэ-рэд-га-дварим. А-сэ-рэд-га-дварим. Десять слов или десять речений, да? Или десять заповедей. А-сэ-рэд-га-дварим. Вот у меня есть интересное высказывание. Да, Леонард Луис Левинсон сказал, «Моисей – изопретатель десяти наиболее часто нарушаемых законов». Вы понимаете, что заповедь – это закон, да? Мы говорили. Это Божий приказ. И еще другое высказывание. Ад – это место, где десять заповедей преследуются по закону. И еще. Что бы ни говорили о десяти заповедях, утешительно создавать, что их только десять. Знаете, есть такой анекдот. Вот вы, евреи, я вас всех люблю. Я вам дам всем двадцать заповедей. А Моисей говорит, да, Господи, двадцать заповедей. Да люди их никак и не запомнят. Надо меньше. Ну, хорошо, говорит Господь. Ладно, я тебя, Моисей, люблю. Просто чистость твоей любви даю пятнадцать заповедей. Господи, ну, пятнадцать заповедей. Ну, что такое пятнадцать заповедей? Ну, хорошо. Я тебе даю десять заповедей. Ну, Господи, а может, чуть меньше. Моисей, не торгуйся. Моисей внимательно посмотрел. Э, Господи, а этой заповеди там нет. Хорошо. Значит, я вам не буду сейчас полный обзор давать десяти заповедей. Вы понимаете, что шестьсот тринадцать заповедей – это только расширенное толкование этих десяти заповедей. Согласны? Вот. Расширенное толкование этих десяти заповедей. Ну, а те, я буду вещей говорить, которые касательно будут именно подхода по вопросам этики. Подходом по вопросам этики. Хорошо. Давайте подумаем. Ну, мы знаем первое заповедь, да? Я, Господь твой, анахи, дальше, ют, вау, ют, гей, вау, гей, элагейха, да? Анахи, Гошем, элагейха. Анахи – имя Божье. Гошем – это тоже имя Божье. Элагейха – вас. И в этом говорится о троичности Бога. Также Шма, Израэль, Адонай, элагейна, Адонай, хат, который произносится на одном дыхании, как вы знаете. И анахи – тоже, ани, я, Натан дал вам ют, самого себя. И ют, и также первое буква слова – Иешуа, да? В первом слове уже зашифровано то, что Бог дает нам самого себя. Я дал вам самого себя. Так можно расшифровать слово анахи. И дальше говорится о том, что не делай никакого, как некоторые говорят, кумира, но мы не знаем, что такое кумира. Здесь утреблено слово песель. Итак, вторая заповедь. Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяние, то есть песель, песель, идол, истукан. Почему истукан? Потому что стукали по нему, да? То есть из камня, глины, дерева, металла. И никакого изображения, изображение тмуна, тмуна, на иврите тмуна, да? Картинка, картинка, изображение тмуна. Как по-гречески будет икона, да? Если по-гречески мы почтем, то не делай никакой иконы. Ни того, что наверху, ни того, что на земле внизу, ни того, что ниже земли и так далее. Не поклоняйся. Здесь употреблено слово шаха. Шаха. Шаха означает поклоняться, склонять, подавлять. И имеется на основании глагол склоняться, делать низкий поклон. И не служи. Имеется слово авада, да? Авад, лоавад. То есть работать, трудиться, возделывать, обрабатывать землю, или служить, быть рабом, покорным, быть в рабстве, быть порабощенным и так далее. И тут же говорится, вот эти, я считаю, что есть. В принципе, видите, 10 заповедей, они просто говорят, делай или не делай, да? То есть не прелюбодействуй, не кради. Но не сказано, какое будет наказание за это, да? Или какое благословение. И только две заповеди. Одна говорит о наказании, да? И другая заповедь говорит о благословении, которое мы будем иметь. Какие это заповеди? Да, о почтении родителей, говорит о благословении, да? А здесь говорится, так же, как и в атрибутах Бошественного Милосердия, да? Я, Всевышний Бог, твой ревнитель. За вину отцов карающих, в русском слове, не совсем правильный глагол, покат. Па-кат, да? Пэй-куф-далет. Это означает посещать с благословением и судом. Если кто просто запомнить хочет покеда. Ну, заяц, погоди, я тебе покеда сделаю, да? Па-кат. Значит, посещать благословением или судом, обратить внимание, презреть, назначать. Отсюда чиновник как будет? Па-кид, да? Па-кид. А еще слово есть па-хат, бояться. И большой вызывающий страх. Н-буха, да? На конце вот. Нахаш-змей, Нахшан-большой змей, да? И так далее. Так это, получается, па-хан. Это тот большой, которого нужно бояться. Поэтому Бог о себе тоже в этой заповеди говорит, что он па-хан. Но это особенности иврита. Я еще раз говорю, блодной жаркон, да? Нога взял из иврита. Но мы будем говорить о первоначальном значении, да? Видите? То есть, а также призывать к обязанностям и созывать войско. Видите? Как много. Имеет значение. И мы говорили, что он не карает там третье-четвертое поколение, а что делает? Обращает особое внимание, да? И если это третье-четвертое поколение закоснело, то уже этот грех становится родовым грехом. Помните, мы говорили? И у жадных рождаются жадные, да? У злых рождаются злые. А у добрых людей рождаются добрые. Поэтому, если родители праведники, да? Вот заметьте, часто у праведников и злодеев указывается, отец его был такой-то, а мать его была такая-то, да? Замечали это? И это очень важно для нас. До третьего-четвертого поколения тех, кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколений, любящих меня и соблюдающих мои заповеди. Видишь? Здесь оно есть. Проклятие тем, кто не соблюдает заповеди и благословение, да? В одной и той же западе. То есть, видите, любой образ. И человек создан как? По образу, да? И подобию. Опять-таки, уже предъявляются вот эти слова. Тму-на, да? И подобие цилюм. Образ, картинка, да? И цилюм – это фотография. Да? Буквально цилюм – фотография. Означает, то есть, человек – это фотография Бога, да? Это и по внутреннему содержанию, и, возможно, и по внешнему виду, потому что Ишуа представляет собой Бога. И в 13 символах веры, которые придумал Рамбам, есть такое написано, что у Бога нет никакого подобия, да? Но там явно натяжка. Это против христианства в действительности. Есть, да? У Бога образ и есть подобие. Но просто не надо представлять Бога, как сидящего на облачке. Бог, он не в трех измерениях живет, и не в четырех, да? Бог создал все эти измерения. Возможно, вот переход в вечность связан с тем, что время уже не будет одной из решающих измерений. Мы перейдем в более высокую ступень пространства до временного континуума. Но сколько бы ни было измерений, если даже n – бесконечное число, то у Бога n плюс один. Да? Бесконечность плюс еще один. Бог бесконечно велик. И в то же время Бог, он такой же, как и мы, да? Он может радоваться, он может печалиться, он может терпеть и так далее. То есть, очень удивительно это. Как это происходит, я, честно говоря, сам не знаю. Но так это есть. Третья заповедь. Мне произнести имя Всевышнего Бога твоего впустую. Да? В суе, говорят, в суете. Ибо не простит Всевышний того, кто произносит имя его впустую. Здесь употреблено слово «шавэ». Шин, вав, алиф. Шавэ. Шавэ означает ложь, неправда, обман. А также суета, пустота, тщета. И напрасно, и тщетно. То есть, мы видим, опять-таки, и тот, и тот перевод правильный. Да? Не произнести имя Бога напрасно. Или в суе. Или тщетно. То есть, разные переводы, они просто немножко различные акценты дают. Вообще, нету одного перевода, который переходил бы точно в другой перевод. Да? Каждый переводчик добавляет нечто от себя. И поэтому перевод на иврите называется «таргум». То есть, толкование. Толкование. Переводчик, да? Вот. Он, как говорится, помните, толкуя неюрю. Это стало сказание об Илье Муромце. Он толкует. Он толкует. И, значит, шаве – это ложь, неправда, обман, суета. И здесь не говорится, что нельзя клясться именем Всевышнего. Нельзя употреблять имя Всевышнего. Просто так вот, типа, ой, Господи, да? Ой, Господи. Вот, а вы сейчас, вы часто... Мы видим, что вместо там, где сказать мутюки, там говорят «Ой, Джейзус, ой, Ис». Это же правда в американских фильмах «Год», «Год». Да, типа, даже я слушаю переводы, он говорит «Год», а «Гад», они еще говорят так вот, американцы. Ну, «Гад» – это хорошо, на еврейском – это хорошо «Гад». Да, «Гад», а переводят «Черт побери». Вы заметили, да? Да, вот видите. Вот таким образом нельзя употреблять имя Божие. Ну, чтобы имя Божие, да, которое особо, особо важное имя Божие, это имя означает «божественное милосердие», да? Вот, оно «Ягаве», я думаю, звучит, но точное произношение мы не знаем. «Ягу», может быть, и так далее, различные есть в американке. Поэтому я однажды открылась, что этот крик американский «Ягу!» – это тоже имя Божие. Слышали, да? Не знаем, как оно произносится. Потому что евреи настолько скрыли это, что когда придет Машеях, мы точно узнаем произношение этого имени. Ну, я думаю, «Ягаве», но не «Иегова». «Иегова» – это не так. Потому что, помните, мы изучали, когда по тексту, да, «Иегова» – получится Бог-погубитель. Так что свидетели «Иеговы», а не свидетели Бога-погубителя. Они сами не знают, это так произносят. Мы же являемся свидетелем Бога живого, правда? Бога милостивого. Но есть очень много мехов в предстании, которые показывают, что нужно призывать имя Божие. Но нельзя клясться именем Божиим. И эта заповедь немножко повторяет другую заповедь. Помните? «Не клянись» – ложно, да? «Не лже свидетельствуй». «Не лже свидетельствуй». Видите, первые четыре заповеди, а практически и пятая заповедь, она тоже может относиться к Богу и человеку, да? Вот, они относятся к Богу и человеку. Пятая и так далее заповеди. Кстати, вы должны знать, что мы не знаем точно, было ли написано пять заповедей на одной скрижале и пять заповедей на другой. Или все десять заповедей были написаны на двух скрижалях, просто в двух экземплярах. Обычно договор как составляется? В двух экземплярах, правда? «Вообще было две скрижали с двух сторон написаны». И да, с двух сторон написаны, и они не были вот такие вот, как могилка изображает, они были вот прямоугольные. Но они весили прилично. Представьте себе камень, ну где-то, наверное, шестьдесят так сантиметров, да? И толщиной в четыре-пять сантиметров. То есть весили они довольно привычно, когда Моисей спускался с горы. Да. Четвертый заповедь – заповедь о субботе. И видите, это тоже чудесная заповедь, которая регулирует отношения между, помните, мы говорили, Богом и человеком. Потому что одна заповедь дана, что празднование субботы – это мы признаем Бога творцом нашим, нашим господином. И с другой стороны, это заповедь для того, чтобы отдохнул, да? И работник твой, и всякий человек, и даже скот, видите, даже для скотины в субботу – это день отдыха. Да, но это не значит, что скотину нельзя кормить, да? Сад перестать поливать, не доить. Опять-таки, неразумное употребление заповедей, оно приводит к отрицательным примерам. Да, я помню, я вам говорил, что все заповеди можно отменить, да? Кроме каких? Кроме трех. Вы должны четко это знать, да? Кроме трех каких заповедей? Убийство, прелюбодейство и долопоклонство. Идолопоклонство, совершенно верно. Идолопоклонство, да? Прелюбодеяние или различные запретные сексуальные отношения. И третье – убийство. Фактически, вы знаете, что убийство – это тоже, если мы убиваем образ Божий, да? Мы совершаем что? Ну, хулу на Бога, правда? Совершаем хулу на Бога. И в субботу были завершены небеса. Это в самом начале, вторая глава Берешит, да? И земля, и все войсцы их, и завершил всесильный день седьмой, работу свою, которую создал, и прекратил всесильный день седьмой, всю работу свою, которую он создал. Он прекратил. Шаббат означает прекращение. Глагол лишь бот. Он прекратил, зажабашил он, да? Есть выражение «шабашники», да? Отсюда и саботаж, видимо. Не от слова того, что там били «сабо» по голове кого-то. А именно от слова «шабаш». Ну, дьявол очень не любит слово «шапат», да? «Шабос». И превратил слово «шабаш» во что? В нечто какое-то сатанинское действие, да? Хорошо. Но суббота она была и есть, и будет Божьим днем, доколе существует время. И он прекратил всю работу, видите, что он сделал? Благословил и осветил. Ибо тогда прекратил всесильный свою работу, которую он себе сотворил. То есть «шаббат» означает прекратил. И видите, сразу же слово «прекратил» следует – благословил. Поэтому суббота – это благословение. Некоторые считают, что суббота – это что-то страшное. Вот то делать нельзя, то делать нельзя, то делать нельзя, знаете? Вот, в действительности, это радость. Это большая радость. И «шаббат» – это освящение времени. Святой кадош, кадош святой, да? Имеет тот же корень, как кад. А кад – это что? По-еврейски кад. Сосуд. Отсюда маленький сосуд по-русски, как называется? Кадка или кадушка, да? Итак, значит, он что? Мекадеш – освятил. Освятил – значит отделил. Отделил. И для отделения субботы существует такая вещь, как гавдала. Видите, христиане говорят, что день воскресный. Но это не совсем то же самое. Мы можем, как мессианские евреи, праздновать субботу. Скажите, празднование или не празднование субботы как-то влияет на наше спасение? Это просто проявление нашей любви к Богу, правда? И поэтому мы вполне можем праздновать субботу, потому что мы мессианские евреи, и я верю, что все христиане мира будут восстановлены на субботу. И мы можем праздновать воскресенье, как день воскресенья Ишева. Никакого противоречия в этом отношении нет. Но празднование и не празднование субботы влияет на наше освещение? Да, влияет на освещение, совершенно верно. А тем более, если мы какие-то упрямства проявляем, да, и так далее. То есть, если мы не празднуем субботу в связи с какими-то объективными обстоятельствами, ну, что мы не получим дополнительного благословения. Но если мы не хотим это делать, и делаем это для того, чтобы, например, больше получить доход в бизнесе и так далее, то, вы знаете, Бог по ругаем не бывает. Многие люди воруют, и тогда потом приходят разные пожирающие, и то, что они наворовали, то все уходит. И это все уходит. И вот важный вопрос отделения. Потому что христиане говорят, что воскресенье, но они тоже не отделяют так, как евреи. Вот для отделения существуют специальные вещи. Это эры в шаббат, да, и хавдала. Эра в шаббат – это накануне субботы. Суббота начинается вечером, вы знаете. Пятница вечера начинается суббота. Еще называется кабалат шаббат, то есть получение субботы. Это очень хорошая традиция. И после этого мы четко отделили время. Было будни, теперь у нас что? Праздник. Это очень важно. Потому что вот у христиан страдает то, что они все равно продолжают заниматься разными вещами. отвлекающими от Бога. А если мы отделяем, да, мы поступаем по-еврейски. И потом, опять-таки, начинается у нас будний день. Понедельник у нас начинается не в субботу, а когда? Помните? Воскресенье у нас начинается в субботу. Да. То есть первый рабочий день у нас начинается в субботу, да? От отсюда. Как вы думаете, кто это написали? Евреи? Да. Евреев, правда? Хорошо. Братья Сругацкие, да. Натан и второго, я не помню, как звали. Хорошо. То есть видите, понедельник, то есть рабочий день у нас начинается в субботу вечером. Да? Это гавдала. После этого мы уже считаем, что наступили будни. Это очень важный принцип отделения. Христиане говорят, ну, я десятую часть времени отделяю для Бога, да? А почему суббота – это десятая часть времени? Суббота. Ну, давайте проверим. Математика, вы понимаете, с простыми дробями работать. Значит, суббота, да, получается вроде бы, если взять время чистое и грязное. А это одна седьмая, да? А если, разве мы всю субботу, мы не спим? Что, я заповеду, 24 часа не спать в субботу? А? А сколько вы спите? Ну, мы всегда знаем, что любой нормальный человек, он 8 часов спит, а 16 часов мечтает выспаться. Правда? Значит, 8 – это получается 1 третья часть. Согласны? Значит, 1 седьмая умножаем на 3. Сколько получается? 3, чего? 21. 3х7 – 21, да? Почему вы так дробь умножаете? А как дробь? Дробь не так умножается, 3 седьмых получается. Так, мы 3 седьмых тогда получим 3 дня. Умножаем, чтобы мы ту же самую дробь получили, но умножаем на 3. 3 и 7. 3 и 21 равняется 1 седьмой. Я еще раз говорю, мы умножаем и числитель, и знаменатель. Из таких правил, чтобы мы получили то же самое число. Я еще раз говорю, сутка 24 числа. Третья часть суток мы спим, да? Скажите, 1 седьмая равны 3, 21? Или не равны? Равны. Сейчас, минуточку. Теперь от этого отнимаем 1 треть. Минус 1, 21. Так? Получается, сколько у нас? 2, 21. Ну, пусть считать будем 2 двадцатых. Это приблизительно 1 десятая. То есть, третью часть мы спим. Но ту часть времени от всей недели, если субботу, которую мы не спим, 16 часов, они будут сколько составлять? Примерно 1 десятую. Я понимаю, что вы это сейчас не можете вместить. Но если подумаете внимательно, то вместите. А что вы так пробили? Вот, например, 1 седьмая умножить на 3 восьмых тогда? Я не умножаю 1 седьмая на 3 восьмых. Я говорю, что 1 седьмая равно 3 двадцать первых. Согласны, что это? Мы ту же самую субботу берем. Только нам нужно вот это время разделить еще на 3 части. Поэтому берем, умножаем сначала на 3, да? И отнимаем вот ту часть, в которой мы спим. И отсюда 1 седьмая часть недели, если мы возьмем в субботу то время, которое мы не спим, это как раз примерно 1 десятая часть. Ну, подумайте об этом. Сейчас я с вами спорить не буду, но если вы внимательно подумайте. Всего времени недели. А здесь мы говорим о времени, отделенном для Бога. А то время, которое мы спим, оно это время для нас, а не для Бога. Правда? Да. Я слушаю вас. Умножить на 3. Умножаем числитель, умножаем знаменатель. Если мы умножим только числитель на 3, получится мы 3 дня будем иметь. Но мы же 3 дня не празднуем в субботу. Согласны со мной? Да, хорошо. Итак, что мы можем еще сказать о субботе? Мы, когда говорим о субботе, шаббат, мы говорим, что? Шалом. Поэтому шаббат – это источник грядущего мира. Шаббат – это покой, тишина, предчувствие будущего мира, поддержка для всего еврейского народа в радости, в горе, в изгнании и на родине. Шаббат – это убежище для человека и его семьи, веха, указывающая, откуда они пришли и куда идут. Шаббат – это время отдыха, посвященное семье, друзьям. И шаббат дает нам возможность поразмышлять о том, где мы, что мы представляем собой. Остановитесь и подумайте, говорит Господь. А когда есть время остановиться и подумать? Что шаббат? Поэтому шаббат – это не только время, выделенное для Бога, но это время, очень важное для нашего роста. Ну и одновременно, духовного роста, я имею в виду. И одновременно, конечно, безусловно, это время отдыха нашего от всех дел, которые мы обычно делаем. Если мы так понимаем в субботу, то мы, безусловно, будем как благословенный Господом. Хорошо. Делаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok